Сельскохозяйственный сезон 2016. Подводим итоги уходящего года. И как дела у сельских бизнесменов? Здравствуйте, я Инна Михайловская и это Сельская Среда. Фальсификат. Эту непростую тему обсуждали на общественном совете при АПК. Один из участников, Александр Брашко, исполнительный директор Ассоциации переработчиков по противодействию фальсификации молочной продукции, вот такое сложное название, заявил, что в следующем году основательно возьмутся за производителей и реализаторов подделок. На заседании общественного совета доклады короткие и по существу сводятся к одному. Поддельных продуктов меньше не становится. Региональный Роспотребнадзор по областной программе подбезопасности исследовал 1230 продукций. 96 оказались подделками и почти 60% это масло. Точечно, к сожалению, эти поставки еще есть, но они исчисляются очень небольшими объемами и связаны исключительно, как говорят наши коллеги, которые приобретают, необходимость проведения выпечки, еще чего-то. То есть это, по сути дела, маргарин, а не для употребления сливочного масла, в прямом смысле этого слова. В Тюменской области практически добились того, что школы, больницы, детсады получают только настоящие продукты. Российские эксперты отмечают, что подделки можно встретить и в супермаркете, и на рынке. А кого особенно выбивают из колеи, так это владельцев небольших хозяйств. Фермеру нереально конкурировать вот с этим фальсификатом. Когда ты продаешь творог по 150 рублей, а рядом ты ставишь честный творог по 250, там по 300 рублей, всегда продавец по 150 скажет, там этот жулик, он спекулянт, вот он у нас купил, мы продаем хорошую продукцию, покупайте дешевле, а там она просто дорогая. Подделывают не только сам продукт, масло или сыр, но и бренды производителей. Масло сыр база «Энгельская» аж задохнулась от возмущения и сообщила, что она этот продукт давно не выпускает, она его не поставляет. Договоров с этими предприятиями торговли нет. А вот наказание за фальсификат смехотворное. Так, за недостоверную информацию должностное лицо могут просто предупредить или выписать штраф от 500 до 1000 рублей. Члены общественного совета решили обратиться в областную думу, чтобы законодательно ужесточить наказание за контрафакт. Россия может стать самым крупным экспортером грибов, потому что их в стране, хоть отбавляй, тюменские компании по переработке дикоросов могли бы поучаствовать после того, как соотечественников накормят. Грибной темы коснулся министр сельского хозяйства. Предложение озвучил после заявления главы российского правительства Дмитрия Медведева. Речь идет об увеличении к 2018 году экспорта сельхозпродукции с 17 до 19 миллиардов рублей. Тем временем в Нижне-Тавдинском районе продолжается строительство свинокомплекса «Тюменский». С этой новости начнем сельские хроники. Свинокомплекс «Тюменский» – это один из крупных инвестиционных проектов, которые реализуются в регионе. В корпусах одновременно будут находиться больше 4700 свиноматок. В течение года на комплексе будут выращивать почти 107 тысяч животных. Запустить производство намерены в мае 2017 года. Сотрудников подбирают уже сейчас. Основные, конечно, вакансии работники – это узкоспециализация, это все-таки зоотехники, это ветврачи. Но также необходимо будет рабочие по уходу за животными. На момент сдачи и работы данного объекта уже планируется более 70 человек здесь работать. Лес Кругляк практически перестали вывозить за пределы области. Большинство региональных заготовителей выполняют условия соглашения. В 2014 году они договорились с властью о том, что сырье максимально будут перерабатывать в регионе, чтобы и рабочие места были, и прибыль предприятий росла. На прошедшем заседании попечительского совета лесотехникума замгубернатора Вадим Шумков отметил, что власть свои обязательства выполняет. Того же ждет и от бизнеса. Знают, наверное, про форму поддержки компенсации первого взноса по договору лизинга. Все, наверное, чисто Тюменское такое на угол, когда 50% стоимости без учета НДС, мы возвращаем обратно. Так вот, у ряда припятий случаются казусы. Одни пытаются бушное оборудование притащить, другие с оборудованием бушного, для того, чтобы проверяющий правительство не определили, что он бушный. Шильдики сбивают. Если в законе, в подзаконном акте написано, что оборудование должно быть новое, не было, оно должно быть новое и не было. В Ишиме продолжается расчистка русел рек Карасуль и Мергенька. Сейчас рабочие проходят участки под мостами через улицы Смычка и Елутровскую. Там русло немного расширят. Техника не помещается и грунт приходится долбить вручную. Тем временем жители опасаются очередного паводка весной. Отвалы, которые образовались в ходе работ, могут стать своеобразной дамбой и не дадут воде уйти. Строитель уверяет, что весь мусор и лишний грунт уберут срок. Только расчищаем и у нас потом еще по смете мы должны либо увезти, либо распланировать. Просто это зависит от места, где находят, где тратистическая была. Декабрь для селян – время долгожданного отдыха. Год завершился, следующий еще не начался. Есть повод оглянуться назад и посмотреть, каким он стал сезон 2016. Вместе с Владимиром Чайметовым, директором областного департамента АПК. Владимир Николаевич, как Вы считаете, в этом году мы оправдали надежды, которые возлагали на нашей АПК, или где-то все-таки не добрали? Хотелось бы начать с того, что мы обеспечили продовольственную безопасность нашего субъекта, в этой части оправдали. То, что не добрали, это тоже имеет место. И все-таки погодные условия текущего года не позволили весной большую площадь посеять нескольким муниципалитетам Тюменской области. Ну и высокие температуры летом, особенно в августе, когда это еще сопровождалось дефицитом влаги, конечно же, существенно скорректировало урожай, не позволило выйти на тот прогнозный уровень в полтора миллиона тонн, который мы планировали. Тем не менее, можно с уверенностью сказать, что с поставленными задачами в текущем году наши товаропроизводители справились. У нас в государственном реестре зарегистрировано официально 5 семеноводческих хозяйств. А на самом деле их там у нас больше 30, насколько я знаю. Как вы считаете, стоит ли нашим сельхозтоваропроизводителям стремиться, чтобы попасть в этот реестр или работать в том формате, который сейчас есть? На территории области у нас работает комиссия как раз по определению того или иного хозяйственного субъекта в соответствии с требованиями семеноводческого хозяйства. В прямом смысле этого слова это наличие материально-технической базы, соответствующих специалистов, технологий возделывания той или иной культуры и сортов. Поэтому эту работу мы ведем, ведем достаточно скрупулезно и внимательно, с тем, чтобы гордое название семеновода раздавалось не просто всем желающим, о определенной категории, которая действительно выпускает очень хорошую, качественную продукцию, которая в последующем уже товарное хозяйство позволит обеспечить хорошим семенным материалом, который в свою очередь даст замечательный результат. И несмотря на то, что мы уже сейчас вдвое больше производим семен, чем у нас есть потребность внутри, технологическая, тем не менее потенциал для наращивания объемов, он исчисляется двух-трехкратным увеличением. В регионе реализовали разные инвестпроекты, в том числе небольшие. Предприниматели создали тысячи рабочих мест и в городах, и в районах. Кто-то в этом сезоне, кто-то несколько раньше открыл свой бизнес. У большинства дела идут в гору. Оригинальную идею открыть в поселке Туртас детский развлекательный комплекс молодому предпринимателю Ксении Левакиной подсказала семья. Родилась эта идея у меня, когда мы с моим ребенком ездим в Тюмень, это очень часто, мы его там оставляем. Ему нравится в таких комнатах играть. Думаю, почему бы и нет открыть это у нас. Веселый городок – это первая и пока единственная в поселке игровая комната для детей. На реализацию своего проекта Ксении понадобилось немало денежных средств, часть из которых она получила по госпрограмме. Александр Большаков с супругой начинали с ресторана доставки. С первоначальным капиталом помог фонд «Инвестиционное агентство». Потом арендовали помещение и в этом году открыли свое кафе. Долго прожил в городе, везде есть заведения, в которых можно прийти, семьей посидеть, культурно отдохнуть. На данный момент у нас не было ничего такого. Мы решили, что пора и нам. А жители ждали открытия такого заведения. Приходят небольшой компанией или семьей, спиртных напитков здесь нет. Это принципиальный подход предпринимателя-спортсмена. И еще один пример удачного бизнес-начинания – Ишимский рыбзавод. 20 миллионов рублей Андрей Уренюк получил целевым займом. Еще 15,5 миллионов – собственные средства. Цех начал работу больше года назад, сейчас набирает обороты. Ассортимент расширили, новые магазины открыли. Очень вкусно и цены приемлемые, поэтому всегда здесь берем рыбку. Любую, не то что конкретно какую-то, а любую рыбку берем. Сейчас предприниматели все время и деньги отдают своему делу. И жалеют лишь об одном – что раньше не начали. Бесконечно можно смотреть на три вещи – как горит огонь, как течет вода и как работают другие люди. А если смотреть, как работают на гончарном круге, так это еще и терапия, антидепрессант какой-то. В Нижней Тавде не так давно, всего три года назад, лаборант молочного завода решила в корне поменять жизнь. И увлечение сделала своей профессией, а позже и бизнесом. А еще программа «Самозанятость» помогла. Занятие кружка по изготовлению глиняных изделий проходит в избе. Раньше тут был склад, находится на сибирском подворье, так называется музейный комплекс в Нижней Тавде. Главный человек здесь – Татьяна Столярова. В 2013 году резко поменяла жизнь, оставила работу лаборанта на молочном заводе и занялась глиной. Сначала дома, теперь в мастерской. Намечаем серединочку. Глиняных дел мастер, а формально предприниматель. Открыть дело помогла программа «Самозанятость» на 117 с лишним тысяч рублей. Докупила оборудование, в мастерскую, кроме детей, приходят и родители, и туристы. Вот такая красота получается из тавдинской глины. Мастер использует исключительно местное сырье. Столярова постоянно совершенствуется, осваивает разные техники по обжигу, например. Есть, значит, обвар очень интересный. Это делается мука, болтушка такая, горячую работу опускает. И получается, как мраморный рисунок. Вот хочется это, чернение, вот тоже замечательно. Это вот тоже древнейшие вот эти вот все технологии. Еще один участник программы «Самозанятость» Дмитрий Байнов. Почти семь лет проработал охотинспектором, знает каждый закуток района, потом сокращение. Что и дало шанс в корне поменять жизнь. Открыл автомастерскую, причем рядом с домом. Хоть она и пятая в райцентре, нишу нашел и занял. Тонировка у нас летом идет хорошо. То есть мы тоже здесь единственные в Тавдии оказываем эти услуги. Будет химчистка автосалона. У нас такого не делают нигде. В будущем планируем ремонт вмятин без покраски. В этом году в Нижне-Тавдинском районе стало на шесть предпринимателей больше. Самозанятость помогла. На 2017-е уже есть три претендента. Этот выпуск программы «Сельская среда» последний в уходящем году. Надеемся, что будущий сельхозсезон будет успешнее этого. В 2017-м Тюменский агропром ждет немало открытий. Расскажем и об этом, но уже в следующем году. Ну, а этот выпуск «Сельской среды» и другие вы можете посмотреть на сайте телеканала «Тюменское время», на ютубе, а также в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассниках. С Новым годом, друзья! Удачи и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин